Докладчик Дмитрий Орлов, компания InGate. Дима, да, спасибо, аплодисмент, друзья. Бери микрофончик. Добрый день, друзья. Снова на сцене Дмитрий. Но я уже Дмитрий Орлов, представляю компанию InGate, руковожу информационно-аналитическим отделом. Мы продолжим сейчас разговор о том, что произошло в SEO в 2014 году. Спасибо. Так, а это та презентация? По-моему, нет. Мы скидывали более новую версию. Нет, но она чуть-чуть скорректирована. Где? Давай сразу с флешки откроем, и все. Небольшая техническая заменка, прошу прощения. Ты можешь опять рассказывать? Да. Вот, вот, сейчас. Почему? Да, процесс пошел. Итак, давайте немножко вспомним о далеком марте, 12 марта, на конференции недели Байонета. Александр Садовский торжественно объявил об отключении ссылок в семи коммерческих тематиках. Мне там не довелось побывать, а из присутствующих кто-нибудь был на этой конференции? Вот, есть очевидцы. Вот, но побывать не удалось, но я следил за последствиями, они действительно были. Изменение в выдачах было довольно-таки существенным. Но самое интересное, дальше мы не получали никаких официальных анонсов от Яндекса. Они сказали, что будут дальше продолжать изменения, но уже ничего так вот масштабно не анонсировалось. Хотя на самом деле происходило много чего интересного. Вот здесь такой набор графиков показан. Это динамика результативности основных SEO-компаний на рынке, самых крупных SEO-компаний. Мы проводим соответствующие исследования, определяем продвигаемые запросы. Ну и так получилось, что у нас как раз перед отменой ссылок были данные, и мы смогли мониторить результативность в динамике, что происходило. И здесь я их показываю, правда без привязки к нулю, но чтобы можно было видеть динамику. И видим, что в марте были изменения, у некоторых компаний результаты просели, но в основном было проседание. Дальше к маю немножко откатилось назад, и можно было наблюдать возвращение некоторых сайтов в топы. А наиболее серьезные изменения произошли в смысле результата в июне и в июле, когда очень сильно изменились топы по коммерческим запросам. Это никак отдельно не анонсировалось, но изменения были очень существенные. Допустим, если мы возьмем запросы типа «Ломбард», типа «Перевозка грузов», и сейчас посмотрим по тому же сервису «Мегаиндекс», что было в топе и что есть, увидим, что практически полностью состав сайтов там изменился. Ну и давайте более детально рассмотрим поэтапно, что же происходило. Если говорить про «Март», то у нас была возможность посмотреть выдачи по очень большому количеству запросов. Здесь построена диаграмма классического изменения в случае обычного апдейта. То есть обычный апдейт, и показан процент сайтов, которые меняют свои позиции. И изменения, скажем так, в данном случае не очень серьезные бывают. А вот то, что наблюдалось в марте. Видим, что доля сайтов, которые поменяли свои позиции в пределах от минус 9 до минус 1, от 1 до 9, это в сумме больше 50%. Это в тематиках, где ссылочное ранжирование было отключено. Но наиболее интересная диаграмма вот эта. Это тематики, в которых не анонсировалась отмена ссылочного ранжирования, и видим, что они на самом деле очень близки. То есть там тоже произошел большой шторм. О чем это говорит? О том, что изменения затронули не только ссылочные факторы. Что это вообще более крупное изменение алгоритма. Еще что наводит на размышления, это более детальный анализ по запросной динамике. И здесь приведен пример, где показано, что запросы близкие по сути, сайты по ним продвигаются, и по некоторым запросам сайт поднимался в выдаче, по некоторым опускался. Притом, по смыслу запросы очень близки, и по количеству ссылок, которые на них стояли тоже. Объяснить это только отключением ссылок в принципе невозможно. Дальше, как я уже говорил, в мае немножко откатили частичные изменения, а вот в июне началось опять веселье. Ну, здесь пример показан по запросу пластиковые окна. Что интересно, это то, что в позициях за 30-й наблюдалось очень сильное изменение. То есть поднимались сайты, которых там никогда не было, и обновление вот этой вот ниши топа, ну, ниши топ-100, было очень сильным. В июле ситуация продолжалась, допустим, по прокату автомобилей. Можно посмотреть сайты, которые появлялись. Выдачи в топ-100 раньше их там не было. Ремонт холодильников. То есть изменения затрагивали различные тематики, не только те, которые были объявлены в марте. И логично предположить, что новый алгоритм уже работает гораздо более широко. Естественно, мы анализируем эти изменения, делаем выводы и стараемся учитывать их в своей работе, чтобы давать наилучший результат. Первые результаты по анализу, которые я хочу показать, это такое небольшое исследование по тому, что происходило в случае снятия ссылок. Мы говорим, что там ссылки работают, не работают. Мы говорим, что снимать ссылки там вредно, можно попасть под фильтр. В данном случае мы рассматривали, что происходило с позициями. Если снимались ссылки, ссылки были качественные. Выборка не очень большая, но все-таки такая более или менее. Здесь по вертикальной оси показано изменение доли запросов, по которым сайт в топ-10 в процентах. А по горизонтальной изменение количества ссылок. Мы видим, что какой-то четкой функциональной зависимости нет. Однако, если посчитать, сколько точек сверху и снизу, то выясняется, что просело 68%, подросло 24%. То есть, на самом деле, просевших сайтов все-таки больше. Но они не вылетели куда-то очень далеко. То есть, это явно не какой-то фильтр, а просто проседание позиций. То есть, снятие ссылок негативно сказалось на этих сайтах. Также мы сравнивали, я расскажу про концепцию дальнейшего анализа. Мы выделяли группу сайтов, которые после изменения алгоритма в тематике подросли по видимости, суммарной видимости в выдачах, и которые просели по видимости. Это строилось на совокупной статистике показов по всем запросам, к которым сайты были видны. И дальше сравнивали их параметры. Вот сравнение, допустим, по ссылочным параметрам показало, что у подросших сайтов доля тематических площадок была заметно выше и доля ссылок с урловым анкором. Ну и вообще наша практика показывает, что полностью отказываться от ссылок сейчас рано. Хотя, конечно, влияние сильно стало меньше, и приоритеты сдвинулись на развитие сайта. Но полностью о ссылках забывать не надо. Надо помнить о том, что хорошие тематические ссылки с качественных площадок по-прежнему полезны. Большое влияние замечено развитости сайта. Сайты с большим количеством страниц, с хорошими позамерками, они больше растут, чем проседают при изменениях, которые наблюдались. Также интересная тема с текстами. Здесь мы мерили текстовые параметры, объем текста на примере тематики недвижимости в данном случае, количество точных вхождений, количество морфологии, процент доли страниц вхождения в title, h1. В данном случае видно, что подросшие сайты чуть-чуть получше оптимизированы. Но это, конечно, средняя температура по больнице. То есть говорить по всем запросам в тематике о корректности, о том, как нужно оптимизировать, нельзя. В каждом случае это все индивидуально. И, как говорил Дмитрий, очень важно следить за тем, что Яндекс считает качественным текстом, нормально оптимизированным текстом. Если сайт в результате изменения алгоритма проседает по каким-то запросам, естественно, нужно проводить анализы, сравнивать с параметрами топа. Мы это делаем. У нас есть автоматизированные средства, которые позволяют определять плотность не только на странице, но и с помощью так называемого скользящего окна, то есть локальную плотность. Приведу пример. В одном месте можно написать, продаем пластиковые окна, наши самые лучшие пластиковые окна, доставят вам счастье, там пластиковые окна и так далее. А если будет всего текст объемом, допустим, 300 слов, то общая плотность по этому тексту будет низкая, а локальная такая, что читать невозможно. Это тоже важная вещь. И мы реально наблюдали случаи, когда страницы, которые раньше аранжировались хорошо, в результате проседали, мы смотрели, у нас были определенные подозрения, и мы не стеснялись спрашивать у Яндекса. Писали в поддержку и говорили, ну а что, собственно, и не так. И в некоторых случаях мы получали ответ, что да, статьи, как и тексты информации с сайта в целом, содержат запросы. Еще интересный ответ был, так как сайт оценивается комплексно, то рекомендуем проверить как сами тексты, так и теги и ссылки. То есть речь идет о том, что анализ текстов надо проводить не только на посадочных продвигаемых страницах, но и на всем сайте в целом. И еще один пример тоже, это в случае, когда подаешь на регистрацию в Яндекс.Каталог, там тоже сайт проверяется автоматическими средствами, и если какие-то проблемы выявляются, то Яндекс о них сообщает. Вывод какой? Очень важно контролировать весь сайт, если есть возможность делать это автоматизировано, то это вообще здорово, то есть проверить показатели плотности, локальной плотности по текстам на всем сайте. Ну иногда бывает сразу видно, что где-то поработал горе-оптимизатор, например, и какие-то тексты нужно менять, или переписывать, или убавлять плотность. Еще одна важная тема, которая сейчас имеет большой приоритет, это так называемые функциональные элементы. Что понимаю под этим термином? Это функционал на сайте, который помогает посетителю решать его задачи. Если это, допустим, коммерческий сайт, интернет-магазин, то там должен быть каталог. Причем не просто каталог, каталог удобный, с возможностью фильтровать по цене, сортировать, сравнивать товары. То, что обсуждалось в предыдущем докладе, это уже, как говорится, must-have для запросов, имеющих вот такую коммерческую прагматику. То есть если это запрос купить, подразумевает намерение купить, и в выдаче у нас интернет-магазины. Здесь приведен пример по тематике, опять же, недвижимость. Мы составили список функционала и коммерческих элементов, которые присутствуют в топе, которые, в общем-то, разумны и полезны. В данном случае это фильтрация объектов в каталоге, спецпредложение акции, кнопка «Заказать», посмотреть расположение объекта на карте, очень удобная штука для недвижки, подать объявление, если сами хотим что-то предложить данному, допустим, посреднику. Каталог объектов, указаны цены, заказ обратного звонка, обновляемый раздел в новостях, сортировка объектов в каталоге по параметрам. Ну, вот такой базовый список, и проверили выборки одну, другую, и оценивали эти элементы. Если его не было, ставили ноль, если он был неудобный, по каким-то причинам несовершенный, то один, если все нормально, все ок, то двоечка. Ну, вот видим, что в среднем уровень проработки функциональных элементов на подросших сайтах он выше. Из всего этого, ну и, разумеется, из нашего практического опыта были сделаны следующие выводы. Повысилось влияние развитости сайта, повысилось влияние функциональных элементов, и очень важно понимать для каждого запроса прагматику, что именно хочет человек, который вводит этот запрос, и понимать, какой дать ему правильный ответ на этот запрос. Что надо ему предоставить? Какой функционал? Зачем он к вам пришел? И подумать, как это можно сделать. В качестве справки можно использовать тот самый топ, что Яндекс считает полезным в качестве ответа на этот вопрос. Определенно понизился вес ссылок, но пока речь не идет о том, что они полностью не работают. И новые критерии переспама и оптимального текста. Вот это важно тоже проконтролировать. Если есть подозрение, что текст сейчас не оптимален, то на основе, опять же, до анализа топов по запросам можно сформулировать доработки. Ну и также есть подозрение, что происходит такая искусственная ротация выдачи, по крайней мере, то, что касается там за 20-й позиции. Возможно, подмешиваются сайты, чтобы какой-то трафик по ВЧ-запросам все-таки на них пошел, и можно было оценить их поведенческие факторы и дальше более корректно дать оценку качества этих сайтов. Но здесь как бы не настаиваю, это просто такая гипотеза. Если посмотреть на вот такую диаграмму, что такое качественный сайт 2014, на самом деле она слабо отличается от того, что можно было бы сказать в 2013, например, году. То есть суть вся та же, вопрос в фокусе, на что сделать фокус. Ну вот сейчас по нашим наблюдениям, по нашему опыту, больше фокус получили функциональные элементы, юзабельность, проработка коммерческих факторов. Соответственно, и в своей работе мы уделяем этому больше внимания. Здесь диаграмма по трудозатратам, на что больше тратится время при продвижении сайтов. И в лидерах написания текстов, текстов качественного контента. И, естественно, формирование рекомендаций по функциональным элементам, работа по коммерческим факторам и формирование рекомендаций по юзабилити. То есть все то, что делает ресурс качественным, удобным. Ну и, естественно, не стоит забывать о технической оптимизации и так далее. Ну и несколько кейсов из тематик, по которым ссылки точно были отключены. Первое – это юридическое сопровождение банкротства, тематика юридические услуги. Здесь показан график средней позиции по сайту, ну и такое краткое резюме по работам. Сначала была проделана техническая оптимизация, метатеги, заголовки, и, в принципе, это дало неплохой результат в росте средней позиции, но потом грянул июнь, и позиции несколько просели. Но мы не расстроились по этому поводу, продолжали работать над доработкой, продолжили работы над повышением качества ресурса, добавляли функциональные элементы необходимые, и вкупе с доработкой в этом направлении, с доработкой текстов, в принципе, удалось получить такую нормальную положительную динамику. В качестве примеров хотелось бы показать такие простейшие вещи. сайт в тематике услуги, ну, в сфере услуг, скажем так, поэтому, естественно, там, где услуги, там нужен функционал, оставить заявку, ну, это логично. И важно, чтобы эта заявка была доступна легко, мы поместили ссылочку в меню, создали соответствующую форму. Действительно, оставить один телефон, это недостаточно, потому что у меня, например, есть определенный психологический барьер, взять и позвонить, если я еще не владею достаточной информацией, что этот вариант не подходит. Да, поэтому проще дать возможность человеку оставить заявку, оставить свой имейл, и после того, как он получит предварительную информацию, он потом сможет продолжить уже коммуникацию. Аналогичная форма была добавлена и после описания каждой услуги. Если человек убедился, что это ему нужно, подходит, он может оставить заказ. И еще важная такая штука в тематике юридической, то, что здесь очень важную роль играет доверие. Но часто поставщика вообще юридических услуг ищут по знакомым. Почему? Потому что важно найти компанию, которой ты доверяешь. Цена ошибки может быть очень большой. Поэтому важно на сайте юридической компании обязательно дать информацию потенциальному клиенту о том, почему вам можно доверять. Доверие к сайту – это также еще один из факторов коммерческого ранжирования, обозначенный Яндексу. Поэтому, естественно, мы добавили тут пояснение, почему компании можно доверять. Ну и, в общем, получили неплохой результат. Следующие кейсы с тематики одежда. И, как интересно, опять шубы. В предыдущем докладе были шубы. Сейчас тренд, видимо, какой-то начался. Осень, зима скоро, поэтому шубы как бы важны, интересны. Что было здесь? Ну, конечно, были проведены классические работы по оптимизации, починили все, что нужно, настроили корректную индексацию, навигацию и так далее. Вот. Из интересного. Вот так вот выглядел сайт, когда к нам пришел. То есть видим, что текст такой серый, на черном фоне, плохо читаемый, но он не был под санкциями, повезло. Вот здесь, кстати, еще на этом экране неплохо видно. На экране компьютера читалось хуже. И намек на меню, там оно есть на самом деле, но оно не видно. Без каких-то больших вложений в дизайн просто был переработан фон, стало выглядеть все довольно-таки прилично. Ну, естественно, новые тексты, без всякого переспама и, надеюсь, полезные для посетителя. Переработали немножко каталог, поменяли местами цены и название модели, потому что это, естественно, не воспринимается обычно. Цена снизу, название сверху. И, конечно же, прорабатывали карточки товара. Когда покупают девушку шубу или ее муж покупает шубу, что является одним из важнейших факторов? Конечно, цена, потому что штука не дешевая. И искать цену где-то там среди описания это как-то непросто. Цену надо вынести, написать большими буквами. Это важно для удобства пользователя. Дальше. Конечно же, никто шубу не будет так просто вот брать и покупать в интернет-магазине. Понятно, да? Неясно, как она будет смотреться, как это все вообще. Ну, надо мерить, короче. Вот чтобы упростить взаимодействие в этом направлении, был размещен функционал записи на примерку. Вот если уже девушка придет, померяет ей понравится, тогда уже никуда не денется, скажем так, либо она, либо спонсор проекта. Вот. И шуба будет куплена. И кнопки соцсетей. Еще один фактор коммерческого ранжирования, который тоже дает плюс. Ну, и также добавили в лайтбокс, чтобы удобнее было картинки просматривать. До этого они просто открывались, что приводило к уходу фактически со страницы. Вот. Тепловая карта показывает, что, да, запись на примерку работает, на нее кликают. Ну, и неплохих результатов мы получили по норковым шубам по Москве на первом месте. Сейчас сайт прям сразу после контекста. По другим ВЧ тоже неплохо ранжируется. И, в общем, неплохие показатели по средней позиции по трафику получили. До этого мы говорили о белых методах, о правильном продвижении. Но будет неверно не упомянуть парочку, не сказать парочку слов о черных методах. Ну, если честно, сейчас вот я проводил опрос коллег на работе, которые смотрят конкурентов, анализируют выдачи. Никто не мог назвать примеры, когда прям явные черные методы использовались в смысле там скрытого текста. Ну, какие-то вот очевидные на сайте, да. То есть, можно сказать, что топы по конкурентным запросам сейчас от всякого мусора довольно-таки очищены. Но есть неявные методы, например, накрутка поведенческих факторов, та вещь, о которой много говорят. Сейчас есть сервисы, которые позволяют накручивать, есть поисковые системы, которые говорят, что нельзя и наказывают за накрутку. Увы, у меня нет опыта такой промышленной накрутки, но увы или к счастью, мы этого не делаем с сайтами наших клиентов, но поэкспериментировать захотелось. И у меня была группа таких экспериментальных сайтов, заточенных под один и тот же запрос. Я решил на них попробовать. На них попробовать. Они были по этому запросу, ну там несколько запросов было, несколько групп. Они были в пятидесятке и, соответственно, я воспользовался парой известных сервисов по накрутке поведенческих факторов. Вот результаты по одному из них. Синий график это база, это сайты, которые не накручивались, их несколько, и тут средняя позиция показана. Красный это накручиваемый сайт. Зачем синий, чтобы сравнивать, потому что бывают корректировки алгоритма, когда проседает вся группа и синий, и базовый, и накручиваемый, и не накручиваемый, и в этом случае важно мерить расстояние между ними. То есть получается параллельный сдвиг вверх или вниз. Здесь видим, что синий довольно-таки стабильный, немножко там есть изменения, но незначительные. Красный еще стабильнее, то есть никакого результата не было. Это сервис 1. А вот сервис 2 показал более интересные результаты. По первому запросу мы видим небольшой рост, а если посмотреть, что база немножко опускается, то расстояние от этих базовых сайтов, оно на самом деле увеличилось, то есть есть положительная динамика. А по второму запросу, к моему удивлению, вот в апдейт в конце прошлой недели я посмотрел на первой, второй позиции мои сайты. То есть в принципе это не честный запрос, конечно, но работает. Так что где-то работает, где-то нет. И в принципе как инструмент определенную эту эффективность имеет. Вопрос стоит ли делать это массово и каковы риски в соотношении с результатом. А думаю, что нет и гораздо эффективнее задуматься именно над функциональными элементами, которые как раз позволят улучшить поведенческие показатели сайта. Еще один пример, который мы заметили, это ссылочные сети, когда есть определенная группа сайтов, залинкованные друг с другом, довольно-таки большая, и которые ссылаются также на явно такие крутые ресурсы, главные акцепторы, с которых уже никаких ссылок не идет. Например, сайт в нижней части блок ссылок, три таких элемента, и тут есть ссылочка, допустим, бытовки строительные. Ведет на другой сайт, где в футере тоже есть аналогичный блок, немножко по-другому сверстный. Здесь есть, допустим, ссылочка балконный блок пластиковый, а эта ссылочка ведет на сайт, который по пластиковым окнам, опять же, на прошлой неделе был на шестом месте по Москве. Вряд ли, конечно, только из-за этого. Понятно, сайт хороший, такой качественный, но вот такое имеет место быть. То есть, сетки сайтов есть и ссылки на такие крутые успешные ресурсы оттуда присутствуют. Ну и пару слов хочется еще сказать о будущем. То, что мы имеем сейчас, об этом мы поговорили. Что нас ждет в дальнейшем? Чтобы сделать какие-то предположения, надо посмотреть на вообще ситуацию в стране, что сейчас происходит. Вот это вот данные по данной ТНС и Live Internet. Первый показывает месячную аудиторию поисковых систем, а второй динамику переходов из поисковых систем. Что мы здесь видим? Видим, что уже происходит насыщение количества пользователей поисковых систем. То есть, все, кто уже вообще хотел, мог выйти в интернет, они вышли, естественно, пользуются поисковиками. При этом количество переходов растет, что, скорее всего, объясняется возрастающей активностью. То есть, да, мы выйти вышли, но пользуемся все больше и больше. Но факт тот, что именно количество пользователей в интернете, оно уже приближается к некому этапу насыщения. То есть, больше потенциальных клиентов в интернете не становится. При этом, если посмотреть на статистику, в данном случае, по изменению количества индивидуальных предпринимателей и тут уже заодно фермеров, видим интересную картину. Просто без фермеров не было статистики, рост стата. В 2012 практически нулевая динамика в первом полугодии. Тут сравниваем на первое полугодие. В 2013 было резкое проседание, очень большое количество бизнесов закрылось. В 2014 прогнозировали рост, но роста не случилось, и сейчас в нынешних ситуациях мы еще ждем, чем нам все аукнется. Поэтому есть большая вероятность того, что у нас будет расти конкуренция. Конкуренция за клиента, за рекламный бюджет между рекламными компаниями, между SEO-компаниями, а также в эту борьбу включаются и поисковые системы, у которых есть контекстная реклама и которые заинтересованы, естественно, в росте оборотов. Исходя из этого, можно сделать предположение, что будет усиливаться вес факторов, отражающих развитость и качество сайта. С одной стороны, это интересно поисковым системам, потому что они борются за качество выдачи и за аудиторию. С другой стороны, вот эти вот факторы, они довольно-таки долгие, чтобы развить сайт, сделать его интересным, полезным. Это хорошее вложение, это сроки. Поэтому инструмент становится более таким инертным. И здесь дополнительное конкурентное преимущество получает контекстная реклама, естественно. Повысится востребованность комплексных решений, потому что часто результат нужен быстро. Инструменты платный трафик и SEO-трафик нужно комбинировать. И такое предположение, что все-таки крупным SEO-компаниям в условиях вот этого вот нарастающего давления, изменения алгоритма, будет несколько проще достигать цели за счет большой инфосреды, большого количества проектов, за счет обмена знаниями отрыв несколько увеличится. Но это, конечно, такой осредненный показатель, потому что есть и талантливые фрилансеры, которые дают очень неплохой результат. Я уверен, что представители какие-то в этом зале наверняка есть. Но в целом, скорее всего, тенденция будет такая. Спасибо за внимание. У меня все. Огромное спасибо Дмитрию Орлову. Да, Артур. Буквально несколько вопросов, дорогие друзья, просто оставьте их при себе. Также есть вопросы от наших онлайн-зрителей. Будет круглый стол или также можно будет помочь наших докладчиков. Спасибо, Наиль. Дмитрий, очень каверзный вопрос. Вопросов вообще очень много по презентации. Очень много. Я самый каверзный. Можно задам? Вообще сам. Да, конечно. Я нашел сайт, который по юридическим услугам и пробил его. Так. И там только один запрос в топе с вордстатом 5. Как вы прокомментируете данную? Как так? Один запрос в топе с вордстатом 5. А как нашли вообще? Было непросто, да. Я взял прямое вхождение текста слайда, ввел его в Яндекс. Нет, сайт понятно. Ладно, нашли. Окей. А как семантическое ядро определяли? Спайвордс мегаиндекс. Спайвордс мегаиндекс. Видимость сайта. Ну, спайвордс мегаиндекс. База все-таки у них не стопроцентная, начнем с этого. Вот, поэтому можем более детально поговорить, но когда я смотрел показатели, они были вполне себе нормальные по нашему семантическому ядру. Поэтому я не могу точно прокомментировать. Вопрос каверзный, конечно. Вот, но по моим данным там все нормально по тем целям, которые мы себе ставили. И трафик тоже я показывал, прирост есть. Так что... Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе тоже. Дмитрий, спасибо за доклад. Андрей Буйлов, УФА. Вот у вас в слайде про факторы, ну, внутри сайта, ну, там, каталог объектов, подойти объявление и так далее. Все логично, все здорово. Единственный фактор заказ обратного звонка у вас сильно в минус давал. Это на фоне того, что, ну, заменяют вместо формы отправки заявки им? Или это действительно негативный фактор такой? Нет, ну, я не склонен думать, что это негативный фактор. Это вот такие... Поэтому удивительно, да. Да, средние показатели. А заказ обратного звонка, ну, скажем так, я не считаю это вредным фактором. И, возможно, просто, ну, определенные шумы и погрешность, ну, скажем так, Спасибо. А в выборке сайтов сколько было? Сколько сайтов в выборке было? По 150 в каждой группе, в каждой тематике. Здесь пример недвижимости было. Спасибо. Так, вопросы есть, дорогие друзья, еще? Есть, да? Нет? Я просто пропустил. Ну что ж, аплодисменты Дмитрию Орлову, дорогие друзья. Ну и перед заключительным докладом от Артура Латыпова и Константина Леоновича здесь, также аплодисменты компания Сейп, я хочу сейчас объявить о неком маленьком конкурсе.